Самые отборные бойцы-клоны, огромное количество техники и вообще огромные мега форт армии республики попробуют захватить армия дроидов. Получится у них или нет? Сейчас узнаем. Вот она связи, друзья, и это Зарисовка. Перед этим покажу вам топовые комментарии, спасибо большое, что их пишете, спускайтесь, не составляйте свои, я всем отвечу. Всем желаю приятного просмотра, подпишись обязательно на канал, поставь лайк, мы начинаем. Господа, сразу хочу предупредить, Зарисовка будет масштабной, тут участвует много различных единиц техники, юнитов и так далее. Всем желаю повторный раз приятного просмотра, сразу говорю, возможно, большая просадка FPS, и мы с вами начинаем. Я уже нажал на кнопочку старт, если что, скажу сразу, скорость будет замедленная, многие скажут, а что замедленная-то? Ну, если я поставлю незамедленную, все просто, игра либо вылетит, либо... А, она вылетела. Прикольно. Ну, вы, собственно, сами могли удостовериться в том, что игра действительно вылетает, если поставишь не ту скорость. Я немножко ее увеличил, в общем, ребята, не вникайте в это все. Я нажимаю кнопку старт и надеюсь, что на этот раз бой мирно тихо загрузится. И мы с вами будем наблюдать мирно тихо зарисовочку. Ну, как тихо, пошубим немного, но надеюсь, не будет никаких вылетов. Все, вроде, отлично, все, она с вами пригрузилась, все, уже выстрелы пошли. Я безумно рад, что она не вылетела вновь. Вы просто... Сейчас, ребята, отрублю быстренько клип камера позишн. Вы просто поглядите, черт подери, вы просто посмотрите, я вам обязан показать эти выстрелы. Вы просто поглядите, какой это арт, черт подери, 5 FPS. Вы просто посмотрите на этот дождь из... Я не знаю, как это назвать, дождь из снарядов. Прямо по ИТТИ попало даже. Интересно, а что стало с бойцами на левом фланге? Некоторые просто у нас с вами погорели, разорвались на куски. Жесть, друзья мои, полная лютая жесть, 4 FPS на ваших экранах. Также немножечко попало на ежи тут, на наши с вами преграды. Некоторые сломали, некоторые до сих пор выполняют свою функцию. Давайте глянем вообще потери у дроидов, что там у них произошло с момента схватки. Но, кстати, хочется отметить, что это элитные танки АААТ. То есть это не просто танки, а элитные. Чем они отличаются? Все просто, у них имеются ракетницы. Я не знаю, видели вы такие фиолетовые снаряды, которые летят или нет. Ну, короче, если вы их увидите. Вот, 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 видите, пульнул этот снаряд. Это ракетница только у элитных танков АААТ. Так что, вот, блин, маленькое вообще количество FPS и с ним даже не сумеешь посмотреть поле боя нормально. Но, друзья, будем надеяться, что скоро FPS нормализуется, стабилизируется. При вас кто-то убил дроида, мне вообще удивительно. Кто это смог сделать? Потому что тут дофигища деревьев, дофигища листвы. Скорее всего, это снайперы, которых тут, ну, просто огромное количество, огромное множество. Давайте найдем наш супертанк. Вот он непосредственно. Тот паренек, который устраивал ад, который вы могли увидеть, он до сих пор стреляет. Блин, согласитесь, как же тут классно, эпично. Это, ребят, подкрепление было, не обращайте внимания. Ну, как не обращайте, обращайте. Ну, немного некрасиво так получилось, что вы увидели. Но, ладно, вот просто это, ребята, между прочим, реализовано в модификации. Потому что многие люди, которые натыкаются там, либо с поиска, либо с рекомендацией, думают, что это, ну, классическая игра по Звездным Войнам. Нет, ребят, от модификации, согласитесь, как раздраб круто топово выполнил тут стрельбу из супертанка. Это прям очень топово, очень круто. Давайте, вот, кстати, у нас сами дроиды со щитами БХ. Давайте глянем, что у нас произошло вообще. Да рофлите, блин, мы с вами, ребята, пропустили самое интересное. Это то, как уничтожается ATT, а TTE, кто как называет, без разницы. Вот просто, блин, я даже, я вот, честно говоря, сам ни разу не видел. Не, я один раз за всю историю моих зарисовок видел, как уничтожается ATT. В общем, называть, как хотите, без разницы, как уничтожается данная техника. Не, я только один раз видел, и то, когда у меня только-только зарождался канал. Вы, кстати, можете глянуть эту зарисовку, она там на Джоанодисе была, и, собственно, писать там в комментариях, типа, привет из 2020, мне будет приятненько почитать, посмотреть вообще. И вы просто гляньте снова, как работает этот парень. Это просто дьявол, это просто демон для клонов, это ад, ребят, ну это реально ад, вы просто гляньте. Вот это я называю Вьетнам, чёрт подери. Просто всё AT-RT сгорело к чёрту, просто к чёрту. У нас с вами Сев лазит, просто горит. Я не знаю, выдержит ли броня, нет, увы, не выдержала. И сгорел наш элитный клон, помянем его в комментариях. Давайте глянем вообще, как тут у нас... А, ну, вот если на самом деле, давайте вот посмотрим, даже, смотрите, клонам тут подошло подкрепление в виде 501-го легиона, ребят. У нас просто чувак, кто с мини-ганом отрабатывает, давайте ещё глянем, как он будет у нас отрабатывать. И, кстати, смотрите, они используют AT-T непосредственно как прикрытие, ну это правильно? Ну, они прям под него залазят, ладно, это уже их решение, элитные бойцы, не будем возражать, всё же учились этому. Тут снайперов просто так же фигарит, у нас тут даже некоторые бойцы 501-го вбежали зачем-то в бункер к снайперам, ну ладно. Тут у нас некоторые ребята встают рядом с клонами-тенями. Тут у нас просто, ну, кто не знает, вот в этих вот домиках, скажем так, мини-дотах или как их называют, были клоны-пулемётчики. И вот вы просто представьте, скорее всего, давайте рекорнизируем ситуацию, или как это правильно сказать, в общем воспроизведём ситуацию. Паренёк себе стрелял, 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 наверное, тот элитный танк АААТ, ну потому что больше некому. Пульнул вот так же свой снаряд, он получается так влетел вбок, в правый верхний угол, и просто фиганул к чертям собачьим нашего с вами клона. Увы, ни шлема, пока ни оружия его не видно, ну а может быть его, как и вот этого клона-теня разорвало просто на куски. Рванул у нас с вами танк, попал прямо ещё раз по нему заряд, охренеть, вы просто взгляните на этот ад, вы просто взгляните на этот ад. Конечно, клонам я не позавидовал бы. У нас, тем не менее, идёт подкрепление 501, я не знаю, сможет ли оно выдержать такой натиск дроидов, потому что, как вы, наверное, поняли уже чисто логически, самая большая, огромная огневая мощь, это супертанк, который просто творит трэшак какой-то, я даже не знаю, как это назвать можно. Кстати, поглядите, а по нему попали, тут даже, ну вот этот раз точно, вот это, я не знаю, либо это текстура, либо это реально попали. Воу, снова по нему был произведён выстрел, но в лоб прямо, ну я не думаю, что его в лоб кто-то пробьёт, это, ну это сумасшествие, потому что все по мультсериалу «Войны, войны клонов» помнят, какая у него броня, стреляли из нескольких пушек, и никто нихрена не пробил, а тем более простые выстрелы, я не знаю, откуда тут, из базук вообще, чё, чё осталось-то, давайте заглянем. Остался только один танк, и всё, я не знаю, тут вообще базукеры живы, но судя по вот этим выстрелам, выстрелами, я думаю, что и не только базукеров уже нет, а скоро не будет и этого танка, потому что, ребят, я, честно, откровенно говоря, вообще не понимаю, кто стрелял, но скорее всего танк, потому что, ну, больше некому, вот чисто больше некому базукеры всех к чёрту перебили, может быть, каким-то образом чудесно попал миномёт, но это прямо очень вряд ли, да и тем более на миномёт не было похоже, потому что выстрел был произведён, скажем так, по касательной, а не по дуге, ну, назовём это так, но тут, кстати, тем не менее, смотрите, ну, я вам так скажу, напомню, что в редакторе всё время рандом, у нас с вами очень много живы танков ААА, это, ребята, значит, что преимущество сейчас за дроидами, ну, чтобы вы понимали, вот, кстати, вы можете наблюдать работу ракетниц, чтобы вы понимали, обычно 80 или 70 даже процентов случаев, они уничтожаются мгновенно, то есть они прямо уничтожаются, грубо говоря, на спауне и всё, а тут они даже, странно, они дожили прямо досюда, кстати, у нас уже с вами 20 фпс, а напомню, что у нас было с вами вообще 4, так что, ребята, уже нормализуются, у нас стабилизируется фпс, и мы с вами можем понаблюдать за... плавненько понаблюдать за нашим самим торчаком, просто нахрен расстреляли флаг баннера, я не знаю, как правильно сказать, республики, республиканский флаг, конечно, да, тут дырок нет, система дырок, но мы с вами можем... Ну, давайте представим, что этот флаг, не знаю, сделан из какого-то жёсткого камня, из стали, в общем, можете что-то придумать, нашу просто крепость с вами к чертям форта расстреляли, тут всё тупо горит, все снайпера просто сгорели, они, они даже, понимаете, скорее всего, ну, кто, вот, кто у нас выпускает такие вот огненные выстрелы? Супертанк, это означает, что супертанк попал прямо вот в их бункер, и просто они напросто сгорели все, просто попал по клонам, по множеству элитных клонов, у нас тут сами миномётные расчёты отстреливаются, кстати, довольно-таки неплохо, вообще, подожди, стоп, подожди, то есть он отсюда прилетел? Ну, многие скажут, что это миномётчик, нет, потому что они все живы, то есть на один миномётный расчёт два человека, два клона, два бойца, получается, он у нас прилетел отсюда, капец, знаете, вот вообще, моя главная ошибка в зарисовках, я вам показываю процесс, это всё круто, это всё классно, но мы с вами потом не занимаемся самым лакомым, самым интересным, это смотреть поле боя, поверьте, это иногда интересно, там вот смотришь, летаешь, строишь теорию, например, как вообще этот чувак отстреливался, там, убил он кого, нет, это же круто, согласитесь, тем более, посмотреть на такой, я не знаю, трэш, как будто, знаете, это какая-то вторая мировая война, не, ну это и есть мировая война, но, блин, у нас тут, смотрите, клон вообще живой остался, охренеть, кто-то прям на жопе помер, офигеть, у нас тут вообще клон живой остался, дружище, блин, мне его, ребята, так жаль, вот, вы просто дайте ему имя, пожалуйста, этот, этот, это геройский чувак, он, он смог выжить, ну кто-то скажет, окопная крыса, ребят, ну, вы просто представьте себя в этом аду, и тут подходят дроиды, ну, собственно, выжившие, ну, не то, что выжившие, это будет неправильно сказать, уцелевшие дроиды, пока этого клона прикрывает клоны, которые остались в дотах, которые остались там, но я чувствую, что их, вот, вы видите, сами скоро тоже грохнут, и, честно говоря, я надеюсь, что клону этому как-то удастся связаться, я не знаю, там, с винаторами, чтобы вызвать огонь на себя и погибнуть, как настоящий воин, у нас там дроиды гениальные сидят, ну, все мы знаем, нахрена как-то стараться тут и уничтожить эти все ограждения, поехали в гору, вот это просто гениальный чувак, воу, ребята, вы что тут делаете, ребят, ну, это дроиды, мне просто нечего сказать, гениаль, гениаль, решение друг друга таранить, видно, это у них какая-то технология, блин, ну, вот, видите, они увидели тут живого клона и просто расстреляли из пушек, давайте вообще глянем, что у нас творится с нашим героем, я не знаю, какое вы имя ему дали, он жив, смотрите, слушайте, блин, у меня есть такая, у меня есть к вам такое предложение, а давайте мы с вами, я никогда не делал, а давайте мы с вами выполним следующую миссию, я сейчас возьму за прямое управление, ну, не прямое управление, а управление за этого чувака, и если я доведу его досюда, вот давайте вот посмотрим правде в глаза, сейчас клоны зажаты, у них тут куча танков, супертанк в живых еще, и может вести огонь, вы сами видели, вот у него створки закрылись, это победа по факту дроидов, хоть у них тут уже один танк уничтожен был, давайте сделаем так, если я за этого чувака добегу, победят клоны, он вызовет подкрепление, победят клоны, если не добегу, победят дроиды, я думаю, все будут согласны, потому что вы сами видите, ну, и тем более у нас, ребят, небольшое будет разнообразие в зарисовках, скажем так, потому что, ну, вы сами понимаете, нужно разнообразие, давайте он у нас вот так по окопам поползет, потому что не будем мы выползать, вы сами видите, кстати, смотрите, а пехотинцев клона довольно-таки много осталось, не-не-не, чувак, ложись, ложись, ты куда побежал, давай сюда, не-не-не, чувак, чувак, ложись, что ты творишь, давайте включим скорость на Х5 и поползем, давай-давай, чувак, ползи-ползи-ползи, пожалуйста, не будем, ребят, вставать, потому что шальная пуля может грохнуть, все, добегаем к нашим чувакам, таким, скажем, НКВДшникам какого-то рода, давай-давай-давай, ребята, напомни, если я сейчас добегаю, все, мы с вами побеждаем, не-неужели? Все, ребят, ну, мы с вами договорились на договор, я надеюсь, никто не будет бомбить, никто не будет против, но давайте сделаем так, по объективности будет ничья, потому что, сами видите, остались все же куча танков, супертанк, но осталось и много пехотинцев, вот вы сами взгляните на карту, это клоны, осталось много пехотинцев, так что давайте мы с вами объективно сделаем ничью, но мое субъективное мнение, что победили клоны, потому что, повторюсь, он добежал там, вызвал подкрепление, потом приедут тут танки и так далее, и порешает дроидов. Спасибо, ребята, это была просто эпичнейшая и крутая зарисовка, вот реально, вот говорю, вы просто посмотрите на этот хаос. Друзья, я надеюсь, вам понравился данный видосик, с вами я, Закоп, прощается, элитный РК-клон, ставьте обязательно лайкос, подписывайтесь на канал, с вами был Лот, увидимся в следующих видосиках. Субтитры сделал DimaTorzok